Генеральная репетиция Парада Победы проходит в Москве на Красной площади. Юбилейный парад в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне станет самым масштабным в современной российской истории. В нем примут участие более 15 тысяч человек и около 200 единиц военной техники, в том числе и ее новейшие образцы. В состав парадных расчетов пешей колонны войдут военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, внутренних войск МВД и ФСБ России. Помимо российских военных, в параде примут участие военнослужащие дружественных государств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. По традиции на московский парад были приглашены лидеры многих зарубежных стран. В этом году приглашение получили 68 лидеров государств, а также руководители ЮНЕСКО, ООН, Евросоюза и Совета Европы. По предварительным данным, в параде примут участие 40 представителей различных государств. А тех лидеров государств, которые не смогут посетить парад, будут представлять послы страны в России. Но главными на параде будут ветераны Великой Отечественной. Они начали съезжаться в столицу 7 мая. Все заботы о гостях на дни праздников возьмут на себя Министерство обороны Российской Федерации и Управление делами президента. Ветеранов будут встречать и провожать в аэропортах. Для них будет организовано транспортное обслуживание, размещение в гостинице, а также питание, медицинское сопровождение и культурная программа с посещением музеев и концертов. В столичных аэропортах и на вокзалах встретят ветеранов из ФРГ, Франции, Великобритании, Израиля, Польши, Украины, Белоруссии, Казахстана, из других стран и из регионов России. Продолжение следует...